друзьяки всем привет привет все мои 100 тысяч подписчиков но может там плюс-минус видео всегда снимай чуть раньше привет мои 100 тысяч подписчиков когда-то я два с половиной года выходил вот именно на это место и помню как сейчас я говорил привет мои 12 подписчиков привет мои 48 подписчиков привет мои там помню 240 подписчиков а сейчас говорю вам привет мои 100 тысяч подписчиков грубо говоря ничего не изменилось ну что изменилось тут а сделали сарай построили дострая ну такой горы такие же карпатские живем почти в карпатах но не в карпатах ну и так дальше друзья знак благодарения благодарение за то что вы все время подписывались за то что вы ну всегда смотрели мои не интересные ролики не интересные видео решил я решил я ну каждому из вас вас 100 значит вас очень много каждому из вас я не дам но не смогу дать физически чистокровного дюрка а так чем смогу тем помогу сейчас я вам покажу поросят дюрков которых я хочу разыграть трех штук 3 кабанчика не кастрированы поэтому хорошие на племя хорошие крупные ну кабаны они есть крупнее у меня в этом выводке сейчас я вам их покажу и потом чуть позже скажу что надо угадать что надо сделать и покажу пройдемся по всем сараем покажу все и тут поросят там поросят и покажу как влияет жара и влияет ли они на она вообще на сарай на моих крючков кабанчиков вот а тут уже гульки у нас во всю ивановску вот эти кабанчики они все крупнее в этом вывод вот этих кабанчиков будем разыгрывать трех штук я выберу ну их тут а у меня много поэтому есть свободные те которые не заказаны давай 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 ну куда ты куда ты давай кто-то забыл закрыть а свиноматка ведь они выходят вот эти будем разыграть тут у меня четыре свинки все остальные кабанчики поэтому три кабанчика будем разыгрывать и кто-то из вас кто сейчас смотрит станет владельцем одного кабанчика вы все знаете что я этих поросят чистокровных своих дюрков продаю на племя по три с половиной тысячи гривен за одну штуку за одного поросенка но это я решил разыграть про их так как до цифра большая сто тысяч знаете как не все время то у кого-то бы мне только было хорошо хочется сделать и каждому из вас хоть что-то хорошее но вас очень много я не смогу физически это сделать поэтому ну что сделает то сделать так насчет жары сейчас часто пишут стас как у тебя с жарой жарой у меня тут висит красная лампа не тут гасятся машу ли они только-только поели эти поросята тоже нормально но в основном поросята сидят здесь под красной лампой греется это не только что у них был обед маша перекусила я не отобегать это копилочек подсыпал и бегает шоркается вот такой этим поросятам чуть больше по моему десяти дней 10 10 дней но хорошие поросята крупненькие вытянки то есть все нормально муха муха есть муха ну не так что прям завал целый но муха есть от жары у меня они не мучаются объясню почему вот смотрите какая большая клетка продувается продувается вытяжка продувается и сами стены тут а получается у меня ракушка и красный кирпич и потолок утепленный плюс крыша и клетка свободно они вот тут а две канточки на большую клетку и так сама тут а ну тут не сильно жарко я бы не сказал что тут а говорят другие свиньи дохнут от жары смотрим сюда тут вообще сделал потолок утеплял опилками сантиметров 10 или 15 опилок и утеплитель с отражателем тут вообще получается у нас холодок это же делом по это я чуть-чуть сегодня подняла так она ниже висела и лампа была ниже они тоже гасятся в основном под лампой поросят а вот у меня один чахнотик но потом уже посмотрю что с ним делать пока еще пускай будут вот так получается эти тоже тут но тут прохладно в этом старая реально прохладно до рыжка у рыжки был нарыв на ноге лечим прорезали все хорошо проходится потихоньку тут нормально здесь я показал то особо мучений тоже нету каштан каштан вообще в холодку на сквознячку на ветру но единственно когда уже после трех часов солнышко у нас туда поворачивается и сюда светит но чуть-чуть похекает а так нормально воду я ему постоянно наливаю холодную он выпивает то есть более-менее каштан еще не кастрированный здесь тоже муха есть но пока сильный большой катастрофы по мухам нету я сегодня купил 40 липучек по развешиваю всем липучки и каждый сарай чтоб по 5 по 10 липучек повешу и посмотрите будут умножать но мне принципе недолго осталось я по перевожу в новый сарай а эти у меня именно свинки все заказаны приедут заберут и хряки заказаны крячки тут а у меня есть аркаша друзья аркадий 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 он у меня в под стенкой сейчас в кормушке сейчас я вам покажу аркашу я его у меня он и заказаны но я его продавать не буду он мелковатый хрячок у меня тут получается два крючка и два заказаны один хороший а второй аркаша мелкий сильно аркадий сильно мелкий сейчас я вам его покажу и аркашу я не буду продавать на хряка но другому человеку я думаю может быть я его оставлю себе мне просто сильно нравится он аркадий вот аркашка аркашка ну вот аркадий меня не кастрированный он чуть выделяется цвета не такой как все и то что он темный цветом он вообще у него все чуть другое и он он родился при упоросе был как и все но сидел на последний ну то есть на соску которая была ближе наверно к задним ногам а там все время молока хуже вот поэтому он чуть меньше то есть он сейчас наберет они уже хорошо кушают ну понятно поноса ни у кого нету то они уже большинке уже скоро им будет два месяца вес я даже не знаю друзья сколько вот это у меня один кабанчик он у меня заказаны и был заказанный аркаш они все были примерно одинаково сейчас аркаша чуть остал но поносом не было поэтому аркашу продавать не буду аркадий оставлю себе мне нужен для запаха чтобы бегал гонял потому что я в основном покрываю искусственные будут эфки f1 наверно или два у меня тут кабана вот это один хороший он а второй тут у меня 3x кастрирована я себе оставил на мясо на новый год они то понятно не пошли более по обгоняли всех вот аркаша у меня не кастрированы я его думал светят кастрировать но ну передумал он чуть отличается от всех дюрков я не знаю ну то что он чуть меньше это понятно но такие меньше я знаю они потом нагоняете набирающие становятся чуть больше аркадий что ты аркашка но он чуть другой дюрок не поэтому думаю но аркадий оставлю вот какие-то там уже будем наблюдать смотреть аркадий аркашка что-то мотает это хвостом миляет он чуть другой но я и про глистогонил и все и аркадия что жену я думаю наберет вот как смотрим допустим о свинка какая против аркадии ну куда я его продам на племя поэтому там мы тоже заказали на племя подожди чуть-чуть я тебе дам хорошего аркадия я тебе не буду продавать я оставлю себе тебе там хорошего крупного кабанчика но с другого вывод с того выводка что будем разыгрывать короче вот так вот так аркадия вам показал вот аркадий стоит боком то есть эти тоже нормально тут а жары нету в этом сарае продувается там он на скидка стоит и двери продувается но единственное что муха начинает появляться от отмул буду вешать пока липучки а там потом переведем всех туда я тут уже на буду в общем бороться не так по штучно по сарай так тут а у нас тут у нас тоже клетка большая их всего две анфиса и черноспинка они только только поели и я когда им насыпаю черноспинка более такая ну как бы петра жопенькая бы так сказал она более наглая анфиса она слабохарактерна анфиса не может за себя не постоять ничего я им насыпаю если в бункер это становится поперек ей не дает ничего есть а сама все съедает а потом если уже все закончит употреблять пищу дает анфисе а анфиса хочет туда только рыба это сразу на нее гир-гир и все и она стоит ждет кричит зовет меня вот именно что у анфиса и анфиса все время мне жалуется если черноспинка на нее наезжает она ее постоянно обижает черноспинка наглая такая и пользуется тоже тем что анфиса слабохарактерно это вроде бы больше сверху это у меня две покрытия анфиса и черноспинка так что черноспинка ты давай не этот не обижай анфиску да я заметил вот это если она ее ну выгоняет с корыта когда я насыплю я там отвернусь отойду это сразу ее выгонит а это кричит пока я не приду и когда я приду черноспинку отогнал все это спокойно возле меня трется все ест уверенно ну короче их надо все равно пересаживать всех по отдельности свиноматок держать вместе я уже держал не раз пробовал нифига не бьются за ту еду они сидят на норме еды не так уж и много поэтому друг друга бьют грызутся кусается поэтому решил ну не то что решил надо их держать всех по отдельности вот они поросные не могут начать там бегать друг на друга прыгать или там кусать друг друга они поросные покрыты но тут тоже им не сильно жарко потолок утепленные избежка и в газоблок стены муха муха есть ну вот так я не сказал что катастрофа то есть тут а тоже вот окна открыты вытяжка вытяжку в том году сделал еще добавочную и так же открыты сами дверь и там окно и вот их всего дверь этим более-менее не жарко никто не догнут от жары берем сюда киевлянка и обезьянка вот они с одного выводка вся киевлянка обезьянка анфиса черноспытка но разные эти более ручные такие фото раны прикладают танкисту то вообще танкиска морды короткие в эту киевскую генетику все пошли не в моего хряка вот это у них морды короткие это за киевские генетики а ваша генетика до киевской а формы моего хрена этих тоже но эти так не дерутся когда рассыпка они более-менее одинаковые но тут обезьяна более такая наш типа как у него ваша обезьянка и обезьянка у них заглаваря их тоже желательно отдельно садить от по станкам ставить или там зал ожидания напротив станка но это в новом сарае чтобы они все были отдельно но я думаю не так долго осталось и мы поедем переедем новый сарай так что так у аркаши рассказал он аркаша он отличается от них все не потому что он темнее и потому что он темнее он чуть-чуть другой я посмотрю оставлю а там грубо говоря скастрировать никогда не поздно но на племя такого я не продам при всем вашем желании есть другие и доберете других на племя это кто записывал сам может вы выиграете в розыгрыше сейчас вам скажу какие будут условия чтобы выиграть поросят на 100 тысяч нам канале вас уже 100 тысяч начинает уже туда в крышечку я им насыпаю пред старт на крышечку с бочки понемногу ну едят понемногу едят поросята эти тоже хорошие тут а с этих я продам четырех штук а тех оставлю себе на от корм сейчас будем вешать липучки эти тоже вот это вот которая покрыта пьетреном это более эту гоняет когда насыпают тоже так спокойно в них все хорошо и гоняет это гоняет то ихняя сестра кнопа нормально все и кнопа тоже в одно время там плюс минус будет с ними поросится может быть потом покажу когда будто порос так друзья что необходимо делать чтобы выиграть кабанчика породы дюрок вам нужно трех штук три штуки кабанчика я кину ящик на весы весы оттарю поставим на нулях и 3 кабанчиков кину в ящик и вам надо угадать сколько вес примерно у 3 кабанчиков будет они плюс минус одинаковые но кабанчики конечно все крупнее поэтому вес примерный кабанчиков вы спросите сколько им дней 20 дней еще нету по моему или 18 17 что-то такое вот вес 3 кабанчиков вам надо угадать я возьму 3 штуки кину ящик и сколько будет у них веса этот выводок этот выводок крупнее чем выводок тот что которая под на подросле и этот был мельче отрыжки она когда как но вот этот раз было мельче врыжки этот выводок крупней эти при отъеме будут хорошие поросята вот эти ну а ну по разному бывает бывает так бывает так поэтому ну как бы не было все равно хорошо сейчас поставлю воду я думаю все вы поняли что надо сделать для того чтобы выиграть поросенка угадать вес 3 поросенков ну к примеру допустим вы пишете стас я думаю в трех штуках будет ну возьмем так ну пускай у них там ну примерно я так нам скидку по полтора килограмма и вы говорите не так что вы напишете четыре с половиной килограмма в трех штуках я думал как они прыгают в ту клетку он они как на нее заводят и туда перепрыгивает вам надо написать так что стас я думаю что в трех кабанчиках будет вес к примеру там 30 килограмм а не пишите просто там в трех штуках сколько-то килограмм вы пишите чтобы было больше слов почему потому что некоторые комментарии у меня удаляется youtube принимает это за спам и удаляет ваши комментарии это было не так давно тоже очень много комментарии у меня постоянно под каждым видео удаляется я их вижу они пролетают но их потом не встает поэтому пишите там ну к примеру привет стас я думаю в трех штуках будет там 60 килограмм или там привет стас мы думаем там будет сколько-то все и я потом следующее видео думаю если это видео что я сейчас снимаю выйдет в среду а в субботу выйдет видео уже с результатом с результатом кто выиграл я посмотрю если никто не угадал то я конечно те кто ближе внутри человека по-любому выигрывают и заберут своих поросят своих кабасиков вот так да кукла вот смотрите три кабанчика выскажите каких-то три кабанчика будешь брать самых крупных вот примеру кабанчик вот он кабанчик вот это второй вот этот крупный первый этот вот второй и третий внутри крупных кабанчика я выберу и все я и отъем тут буду делать первых выберу штук пять крупных заберу а тех пускай подкормит еще недельку ну я так планирую все самых крупных отсюда я взвешу и кто примерно напишет тот и заберет забирать приезжать ко мне домой я живу харьковская область пгт новая водолага приехать ко мне и забрать тут тоже мух мухи есть но сейчас повешу все липучки и потом разберемся это тоже кнопки кнопки на сестра тоже покрыта но это самая крыкливая с них со всех вот со всего выводка кантура вот это самая такая противная кричит постоянно очень кричит и я думаю если я всех заберу новый сарай и эту заберу это научит кричать всех и там в сарае в том большом будет крику сколько его поэтому я думаю всех заберу а эту наверно крикливую оставлю ну отдельно здесь будут потому что она научит всех кричать и потом будут там мама не горюй в новом сарай вот пример вот тот кабанчик крупный вот тоже крупный кабанчик писает и крупный лежит они крупные тут а вот эти хорошие будут на племя они такой как у меня аркадий поэтому я решил от вашу не буду а кому-то выберу потом продам с этой партии тут в основном все кабаны а так друзья так что пишем узнаем выиграем и забираем поросят сейчас буду воду ставить и клеить липучку сарай показывать не буду по сараю процесс идет и по сараю тоже потом отдельно ролик сниму и там будет что показать их часто мне пишут что она то лишь новый работник где сашка сашка уехал и живет там попытки вернуться у него были но это я уже кто досмотрит видео до конца чтобы вы понимали попытки в сани вернуться были рвался сюда но я ему сказал что я работника нанял и плачу ему ну если вот такая все посчитать правильно как есть сколько мне выходил саня по зарплате ну саняш полностью на обеспечении был в том числе и зарплата в том числе и отдельно курева и все у него отдельно саня мне выходил даже чуть дороже чем анатолий но анатолий это специалист который и который у меня работал строил ангары это сварщик высокого класса и который мне будет делать отопление тут же котел устанавливать и помогает мне сейчас варить сани этого всего делать не может саня ну подровнять подшпаклевать подмазать там плитку хидануть ну такое эти моменты все прошли и и сани я сказал что работник есть мне не надо работник но он психанул я все равно телефон сдам и на харьков я говорю то твое дело вот я вам говорю как он мне звонил что он не кричал я телефон сдам и все равно поеду на харьков я говорю есть куда хочешь я так понял он устраиваться там на работу нету желания а тут то понятно ему лафа но мне с анатоличем друзья проще анатолич приехал 8 утра там или в 9 ну насколько договорились и работает это чужой человек ну грубо говоря не свой а саня то еще попробую его заставить я приезжаю в 10 в 11 когда задержусь он тупо сидит говорю а чё ты ничего то что делать то есть это два разных подхода то есть я с анатоличем нарадоваться не могу он мне как вот допустим я работодатель меня анатолич как работник устраивает на все сто процентов саня меня так я вам скажу честно не устраивал саня постоянно надо было что-то ему доказывать рассказывать объяснять и саню надолго не хватает саня приедет даже если возьмем он приезжает проходит 20 25 дней он уже по любосику заберет деньги за месяц и где-то уедет и это все время так понятно он приезжает в обьется в перья тут а все у него хорошо и уезжает и ему начхать что мне надо заезжать в сарай и грубо говоря концу июля но этого месяца ему просто на это все наплевать я врусаня у нас опоросы у меня скоро надо туда да да давай деньги я уехал ему глубоко наплевать а просто перебиться ему чисто ну перепетлять где-то перехватиться тут аж так работал не работал я все время считаю бывало вообще не работал я все время считаю договорились договорились и этим он пользуется я если мы договоримся про оплату человеком я свою функцию выполняю на все сто процентов даже выше стараюсь дать какую-то премию что-то там еще с моей стороны я поступил с ним по-человечески никто вообще кто у меня работал за все эти годы хоть взять стройку хоть взять там где мы не были по командировкам я никому деньги не остался должен я всем отдал со всеми рассчитался так как договаривались никто не скажет а стас меня отдал денег за сколько лет потому что у меня самое первое на первом месте было рассчитаться с людьми с людьми рассчитался там уже что осталось то и мое бывало оставалось бывало ничего не оставалось еще твои докладывал по-разному было но я сейчас вот со всеми у кого я работал если взять допустим заказчиков я со всеми в хороших отношениях и так сама бригада саня что же на работе он лет десять а так и работал приедет поработать я в пятницу отдаю зарплату за 2 там за 2-3 недели за неделю мы неделями работали по командировкам саня уехал и бывает саня не приезжает и 2 недели месяц мы же достраиваем он приедет то есть а так поэтому вы мне пишите от сани нет нету я то понимаю шоу шоу а между работать надо мне надо все по успевать свое время что же мне тянуть я-то все понимаю хорошо ему он приехал по работе уехал ему просто глубоку наплевать что мне тут надо что надо успеть что не успеть чего я еле выкручусь по деньгам ему она не надо отдавай я поехал и все да каштан каштанчик подумаешь за каштана что надо вырезать вырезать она надо каштан что же ты детей не будешь свои крыть же правильно ну не кусайте че ты сразу ого хлыки так что друзья такие дела по работнику вам рассказал по всем рассказал ну сарай потом следующий ролик угадывайте сколько вес в трех кабанчиках я вам все что мог рассказал подсказал но брать их не буду лишний раз стресса гонит тоже не буду угадывайте сколько что и потом будем смотреть я хочу что я хочу я хочу достроить сарай но он уже достроены доделать нутрянки и перевести туда всех свиноматок и там вот этих трех дюрков что у меня кастрированные над корм вместе с аркадием аркадия тоже с ними пока с кастрированными а там посмотрим по аркадию аркадия пока оставлю и туда те короче у меня все эти сарае он тот и эти все будут пустые если все нормально у меня будут по деньгам получится что я выкручусь тогда я буду вот этот сарай старый вытягивать все отсюда деревянные вот эти все перегородки вот такой самый сарай был и здесь кто еще не знает и мы тоже тут все разобрали и я тут сделал вот так вот обложил плиткой обложил плиткой и это клеточки поварил я вам скажу все нормально я всем довольны а так ручейки сделал желоба и там слив там канализация а здесь я хочу сделать вот сарая когда буду делать отъем они будут у меня здесь вот таким сделал выводок один тут выводок 2 там там ну и так 5 выводка ну к примеру и я их тут а подымаю перед а потом продаю это сарай будет это для отъема отъем сделал сюда перевел тут и буржуйка у меня и отапливать зимой можно а этот полностью буду все вытягивать отсюда все дерево это дерево пойдет на отопление этого сарая зимой и отсюда полы срывать все срывать и делать тут а на щелевых полах то есть делать щелевой пол и разделить на две половины на две клетки допустим тут будут старше поколение подрастать на мясо а тут меньше и потом опять старших убрал потом этих меньших а сюда уже опять посадим меньше то есть вот так вот если им сильно жарко в этим они чуть сторонку подвигается ну вот не скажешь что они сильно там хэкают лежат водичка у них есть все здесь короче друзья так всем спасибо за то что вас 100000 ролик затянул фану уже ладно спасибо что вас уже есть 100000 у меня на канале спасибо что смотрели что смотрите за все спасибо от нас с каштаном спасибо до каштанчик угадывайте разыграем все вам наилучшего пока ну Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok